Сегодня попробую все вместе. Не знаю, как буду теряться, не буду. Обычно все время через комнату, через инстаграм не вещала, прямой эфир. Но тем не менее, буду пытаться показывать вам и слайды, и рассказывать, не отвлекаться. Поговорим сегодня о том стиле жизни, который у меня появился именно с проектом Rich Life, партнер с компанией Ariflame. И хочу показать вам, как поменялась моя жизнь, какая была я до проекта и какая сейчас. На самом деле, в себе я вижу разительные перемены. Так, начнем. Если будут видны мои слайды. Вот такая я была до проекта. Всем привет! Инстаграм привет! Вижу, что немножечко присоединяются люди. Такая была до проекта. Бухгалтер со стажем. Работала, очень любила свою работу. Но, тем не менее, работа заключалась в том, что, многие, наверное, поймут, да, это, так сказать, от звонка до звонка, с утра до вечера. Еще у нас было такое помещение, практически не было солнечного света, это немножко угнетало. Но, тем не менее, да, я как бухгалтер, конечно, и разъезжала там по банкам, по налоговой. Ну, мне нравилась работа, потому что еще было общение с клиентами. Но, тем не менее, все равно это с появлением первого ребенка. Я понимала, что, возвращаясь после декрета, я не смогу уже, не то, что не смогу. Поэтому директора будут против того, что бухгалтера, да, уходят на больничные, уходят на какие-то отпрашиваются утренники, да, если ребенок подрос уже в садике. Вот. И я стала задумываться, когда собралась уже во второй свой декрет, да, что мне нужно что-то менять. Нужно что-то менять, и мне не хотелось после уже декрета второго выходить. И даже будучи еще работая, да, в положении, я уже тогда мечтала о каких-то путешествиях, мечтала о том, что у меня будут свободные деньги, я смогу как-то зарабатывать. Ну, в основном я мечтала, конечно, о море. Не знаю, почему море меня всегда везде окружало, да, на заставках компьютера, постоянно я там слушала шум моря, ну, я не знаю, просто у меня было дикое желание, дикая мечта именно побывать на море. И, видимо, когда я ушла в декрет, да, родив двойню свою, и мне, так сказать, вселенная подбросила такой шанс, меня пригласили, пригласили в наш проект. Тогда он только начинался, онлайн-движение, только начала развиваться. Я приняла приглашение и, конечно, начала разбираться. Моя была ошибка в том, что я не сразу приступила к активным действиям на тот момент. После какого-то периода времени, после какого-то, видимо, какой-то дожималки я приступила к активной работе. И вот такая вот я стала, да, это моя семья, нас пять человек, трое деток. В проекте я поняла, что я могу свободно развивать собственный бизнес. Бизнес без вложения, без каких-то территориальных ограничений. То, что есть свободное время, да, работаешь, когда тебе удобно, когда позволяет твое время, да, но, тем не менее, нужно понимать, что это в любом случае, это есть работа. Это есть работа уже на себя. И в том мере, как вы начнете уделять этому времени, да, и с какой ответственностью будете подходить к развитию своего бизнеса, таким образом вам все это повернется, да. То есть будет понятно, насколько вы будете продвигаться вперед. Вот, идем дальше. Да, и вот, как я хотела сказать, да, что мое желание было услышано. Смотрите, что у меня осуществились, какие мечты. Благодаря компании, да, благодаря проекту. Я, конечно же, увидела море. Это было самое такое заветное желание. И, видимо, по истечению года мы прошли, была первая менеджерская конференция в Египте. Мы прошли на нее. И маленький состав, маленькой нашей командой на тот момент, да, было всего 5 человек. Мы поехали в Шарм-эль-Шейх, где впервые мы увидели море. И была первая менеджерская конференция, которая останется надолго в памяти. Затем это был Кипр, это был Сочи. На следующий год уже золотая конференция. Я думаю, что очень многие знают, да, как компания Reflame подходит именно к организации всех конференций, начиная с менеджерских и заканчивая исполнительными, да, потому что всегда подбираются тщательно, очень распланируются все дни, экскурсии, свободные дни для того, чтобы мы сами могли посмотреть и видеть те достопримечательности того места, куда мы попали, да. Конечно же, еще одна из мечт, уже работая здесь, мы видели, что в 2014 году, да, в 2014 году наши лидеры были на лайнере мечты. И мы все себе, практически все, да, но кто тогда составлял карту желаний, мы клеили себе лайнеры. Потому что, глядя на то, как лидеры путешествуют, да, видели не только один город, да, а именно по угодному пути заходили в какие-то города и видели какие-то достопримечательности. Это, конечно, сердце сжималось от той мысли, да, что это может повториться, и очень хотелось бы попасть туда снова. И таким образом, в прошлом году, да, все знают, что компании было 50 лет, был большой юбилей, и компания повторила это. Лайнер мечты, действительно, так я назвала, да, этот слайд. Мы были, получается, в четырех городах, два континента, три страны и четыре города. Это Миконос, Эфеса, Афины и было Кушадаса, да, тоже Турция, куда мы заходили. Действительно, о том, ну, сейчас вспоминаешь с большой теплотой и вспоминаешь такими, вот, хорошо есть фотографии, да, возвращаешься снова и снова, свежи воспоминания, потому что, еще раз повторюсь, да, компания очень тщательно к этому по всему подходит. Даже упомяну о том, что интернет, представляете, интернет в открытом море, насколько он дорогой. Компания оплатила нам этот интернет, чтобы мы могли свободно пользоваться, да, потому что компания сейчас шагает ногу со временем, и с помощью интернета сейчас все это развивается, да, онлайн-бизнес. И поэтому компания для того, чтобы мы могли освещать все это, также предоставляла нам там интернет совершенно бесплатно. И все эти поездки осуществляются все за счет компании. То есть вы проходите квалификацию, подтверждаете ее, и компания выплачивает вам, помимо премии, да, еще направляет в такие путешествия. Но это действительно здорово. Я не знаю ни одну такую компанию, которая бы с уровнем менеджера уже отправляла действительно в клевые такие места. Да, вот, это было в прошлом году. В этом году, если помните, кто-то, может быть, уже месяца два, да, в нашем проекте мы были в Мадриде. В Испании проходила золотая конференция. Действительно, это тоже очень крутые воспоминания. Нас уже было больше, что безумно радует, когда команда уже растет, да, и большим составом лидеров ездишь в такие конференции. Действительно, впечатлений очень много. Именно в этом году, так это, получается, мое третье путешествие, нет, четвертое путешествие с компанией, и здесь было очень много свободного времени, что очень было удивительно. Всего было два дня занято бизнес-конференцией, да, и галужином, да, это был даже вечер. У нас было очень много времени посмотреть именно достопримечательности этого города. Что меня радует, да, что компания, опять же, подошла с такими тонкостями, организовала трансферы до центра города, и мы могли спокойно доехать бесплатно, да, не потратив каких-то своих денег на такси, да, или автобусы. Опять же, нужно знать маршруты, да. Компания довозила, и уже оттуда мы могли спокойно доходить пешком, потому что все в шаговой доступности, посмотреть все то, что было, все, что есть там, да. Действительно, Мадрид, очень интересный город, столица Испании, и сколько мы там шагов оттопали, это было классно, конечно. Рассказывала своим знакомым, здесь на фотографии нет, что мы были на Барселоне-Бернабео, все знают, наверное, да, особенно кто ярые футбол, фанаты футбола. Мы были на этом стадионе, где проходят такие матчи, да, Реал Мадрид. Сначала мне не хотелось туда идти, ну, потому что думала, ну, я не болельщик, что я не видела стадион, на самом деле, когда придя туда, мы надели очень много крутых фотографий, показывая своим знакомым, кто действительно в этом что-то понимает, да, они, конечно же, мне очень-очень сильно позавидовали. Ну, что там греха таит, да, я и сама себе завидую о том, что я могу благодаря компании своими глазами видеть все эти чудеса света, по-другому я никак не могу сказать. Поэтому у каждого есть возможность, да, благодаря компании не только зарабатывать деньги, но еще осуществлять свои мечты. Я думаю, что у многих есть такая мечта, как путешествовать, видеть мир. Конечно, материальные такие-то есть, такие, как купить квартиру, да, купить машину, потом уже думать о путешествиях. Но тем не менее, да, если вы мечтаете, то получается так, что все это вам попутно дается. И заработок, хороший доход, и в то же время предоставляются вот такие путешествия. Поэтому вы должны вспомнить, да, если вы сюда пришли, зачем вы сюда пришли? Вчера Лена очень хорошо говорила об этом. Для чего вы здесь, да, зачем? Нужно, в любом случае, да, нас толкают на какие-то поступки. Можно сказать, да, вот наши какие-то цели. То есть мы хотим, опять же, да, какие-то сделать покупки, улучшить свою жизнь, улучшить жизнь, будущую жизнь своих детей. Поэтому нужно вспомнить, да, ради чего мы пришли сюда, и, конечно же, начать действовать, да, не сидеть просто так. Идем дальше, да, почему, что нужно делать, да, почему сетевой маркетинг, он так прост. Очень многие забывают, что на самом деле мы каждый день сталкиваемся с тем, что рекомендуем своим знакомым, своим друзьям какие-то книги, какие-то фильмы, какие-то магазины, где происходят какие-то акции, распродажи, да. Или вам просто понравился сервис, да, вы опять же рекомендуете своим, с кем вы общаетесь, именно этот источник, да, получается. В то же время они начинают также рекомендовать все то, что вы рекомендовали своим знакомым, да, и так идет все по цепочке. Это и есть, можно сказать, назвать сетевым маркетингом. То есть это создание сеть потребителей. И здесь компания именно за это и платит, да, то есть выстраивается сеть потребителей. Потому что компания производит продукт, и ей важно продать этот продукт. Вот. Поэтому очень многие, кто говорят, что нет, сетевой это не для меня, я думаю, что намного они ошибаются, потому что не задумывались, что с сетевым маркетингом они сталкиваются чуть ли не ежедневно. Что же нужно делать? Очень просто. Вы пришли сюда, если у нас есть здесь новички, или меня будут слушать новички в записи. Что нужно делать? В любом случае это нужно обучаться. Потому что для вас это новое. Вы пришли так же, как и на любую работу, например, да, устраиваетесь, или вы устраиваетесь в университет, да, учиться. В любом случае вам будут сначала преподавать, давать какие-то новые знания, вы будете на работе проходить какую-то стажировку, да, и будете понимать о том, что же вам нужно делать. Здесь мы даем знания. То есть вы уже с момента своей регистрации начинаете обучаться, а вы начинаете уже с первых дней израбатывать. То есть можно все совмещать, да. То есть обучаясь и выполняя рекомендации спонсора, вы начнете уже двигаться вперед. Что нужно делать? Конечно же, нужно себя самодисциплинировать. Это любая такая же работа, да, как и обычная. Вот. Поэтому если вы будете придерживаться того графика, который вам предлагают, если у вас есть свободное время какое-то, да, если вы не работаете на основной работе, поэтому как-то нужно себя дисциплинировать, да, устанавливать себе какой-то график работы. Так. И, конечно же, нужно самообразованием заниматься. Без этого никак. Это нужно читать какие-то дополнительные литературу, какие-то книги, смотреть какие-то фильмы, мотивационные ролики, да. Так, идем дальше. Я думаю, что вы это уже тоже знаете, что нужно делать. Конечно же, это личное потребление. Личное потребление – просто нужно сменить магазин. Очень многие спрашивают, да, ну, в магазине дешевле, нежели покупать в компании Арифлей. На самом деле это совершенно не так. Каждый из нас каждый день умывается, да, чистит зубы, моет голову, потому что есть такие вопросы, что мне купить, да, у меня все есть, косметикой я не пользуюсь, и вообще я там, можно даже сказать, не моется. Ну, тем не менее, да, все это, конечно, браки, поэтому, посмотрев здесь, тем более, есть интернет-распродажи, есть акции, в компании намного дешевле. Я недавно была в супермаркете, именно зашла в тот отдел, где продается маломойка, обратила внимание, насколько стоят там зубные пасты, шампуни, ну, нормальные, да, которые вот я раньше пользовалась. То есть, хочу сказать, что у нас по акционной цене намного дешевле, и тем более я знаю, что наша продукция, она идет напрямую от товара производителя, и мы лишены подделок. А в магазинах, на самом деле, я не знаю, например, действительно это та торговая марка, да, которая именно вот, та, которая заявлена, да, не разливался ли этот шампунь в каком-то, в каком-то подвале, да. Поэтому очень просто, да, совершая здесь, создавая личный товарооборот, покупая себе необходимую продукцию, вы зарабатываете. Все очень просто. Просто нужно сменить магазин на свой интернет-магазин, и тем самым начать уже зарабатывать. И, конечно же, да, это приглашение людей в бизнес, то есть построение сети потребителей, построение, именно вырастить команду директоров, да, для того, чтобы зарабатывать. Что нужно делать? Приглашать людей, рассказывать о тех возможностях, которые дает компания. Если на первых порах вы не знаете, как об этом говорить, обращайтесь к спонсору, спонсор вам поможет, что и как, да. Где искать людей? Люди есть вокруг вас, они каждый день появляются, и новые люди, это ваши знакомые, это ваши родственники, очень много людей в социальных сетях, работы, методов работы очень много, да. Вы просто сами выбираете себе тот, который для вас удобен, и применяете у себя это все на практике. Вот, смотрите, это очень просто, да, то есть вас пригласили в проект, вам дают какую-то информацию, вы, принимая всю эту информацию через себя, начинаете приглашать людей и повторяете все то же самое тому человеку, что происходило с вами, да. Пришел еще один человек, вы опять же такую же информацию даете новому, да, партнеру. Таким образом, слушая вас, они также повторяют ваши действия. Таким образом, ваша команда начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться в геометрической прогрессии. На самом деле, сложного ничего нет, главное просто действовать. Очень много вопросов задают, как быстро я вырасту, да, сколько человек нужно пригласить, чтобы стать директором. На самом деле, смотрите, есть такая табличка, она очень старая, заезженная, уже можно так сказать, да. Но, тем не менее, я ее вынесла на обсуждение. Смотрите, для всех, самое заветное, наверное, да, для новичка, это вырасти до директора. Директор – это 22%, 7,5 тысяч бонус-баллов. Посмотрите, сколько нужно пригласить человеку, который всего лишь 50, да, если они будут делать 150 бонус-баллов. То есть, делая 150 бонус-баллов, каждый из них будет зарабатывать. То есть, компания будет платить ему процент с его личного товарооборота и с товарооборота всей его команды. И всего лишь нужно будет пригласить 50 активных людей, которые проделывали то же самое вместе с вами, да, одну и ту же, одни и те же действия. Вот, и таким образом эти же 50 человек будут дублицировать вас, и смотрите, как быстро вы будете расти по званиям. Самое главное – просто правильно донести информацию, правильно рассказать о том, что действительно бизнес можно построить, легко построить, и очень много возможностей, и очень много денег в компании Reflame. Наша задача, да, с вами их заработать. Что же вас будет ждать? Это официальный бизнес, потому что мы платим налоги в той стране, где мы зарегистрированы, да, как индивидуальные предприниматели. Причем у нас есть пассивный доход, то есть на уровне золотого директора вы уже можете не работать, но получать деньги. То есть совершая личный товарооборот, компания вам будет платить за выращенные директорские группы, и этот бизнес вы сможете передать своим детям по наследству. Да, это, я думаю, что очень круто работать, да, и потом передать не долги, а именно бизнес, да, своим деткам. Что же, да, вас еще ждет в нашем проекте? Это, конечно же, возможность использовать готовую систему, то есть не нужно ничего изобретать вам самостоятельно, какую-то систему, как работать, что нужно делать, да, все есть готово, есть шаблоны, есть готовые папочки именно по функционалу, что на каждом уровне нужно делать. Поэтому у каждого лидера это все есть. Конечно же, это бесплатное обучение. Можете посмотреть в интернете. Очень много таких проектов, я не говорю, что наших, да, где обучение платное и стоит немалых денег, да. Здесь же у нас обучение происходит совершенно бесплатно. Вам нужно просто стать нашим партнером, и таким образом вы получаете доступ ко всему обучению. Что еще классного, да, то есть что у вас есть свой интернет-магазин, и все издержки по содержанию этого магазина компания берет на себя полностью все, и доставку, да, и логистику, и весь ассортимент, все скидки, все акции. Вам ничего выставлять не нужно. Компания за вас все делает, считает вам доход, считает доход вашим партнерам. Думаю, что для многих одно из таких ключевых, да, это то, что вы сам себе начальник. То есть над вами никого нет, есть только наставник, спонсор, да, который вас ведет за руку, показывает, что нужно делать. А то есть вы сами уже определяете свой рабочий день, свой график, да, и вы уже в свою очередь предоставляете людям работу. Тут нужно просто обучаться, да, и применять все эти знания, которые вам дают. Опять же, повторюсь, бизнес без вложений, хотя очень есть такое возражение, да, многие начинают говорить о том, что как же вкладываться не нужно, сказали, тут нужно покупать продукцию. Это же вложение, но это становится смешно. В любом случае, в любом случае, вы идете в магазин и покупаете равнозначную продукцию. Тут дешам и шампунь, опять повторюсь, да. Покупайте парфюм, потому что очень многие любят, чтобы от них исходил вкусный аромат, да, не чистят зубы, я не знаю, пользуются девушки декоративной косметикой, аксессуарами пользуются, все это покупают в обычном магазине. Это просто здесь, покупаете здесь, просто переходите свободно. Опять же, да, какие же это вложения? Также, если вы ходите, покупаете хлеб, молоко, вы тоже считаете это вложением? Ну, это, я думаю, что получается очень смешно. Но просто для многих такой порог, да, перешагнуть, что именно как поменять магазин, не совсем бывает понятно, да, просто стоит сделать первый шаг, и сразу станет понятно, что когда вы попробуете продукцию, вы понимаете, насколько она клевая, да, и насколько лучше пользоваться этой продукцией. И опять же, да, доходы от 1000 долларов, как здесь написано у меня на слайде, то есть вы уже понимаете, что начинается премия 1000 долларов и заканчивая миллионом, да, а сами доходы, они не ограничены, нет потолка, то есть будет зависеть от того, как вы будете работать. Опять же, да, я как сказала, путешествия в разные уголки планеты. Я думаю, что это очень клево, с нашей компанией можно достигнуть того, вот что я здесь написала. Что получаю я? Ну, вы видели, да, в самом начале я рассказала о том, что моя мечта путешествовать, она сбывается, она есть, да, и тем не менее еще, да, это, конечно же, шикарное мероприятие. Банкеты директоров, различные какие-то конференции, где можно встретиться вживую с нашими партнерами, с нашей большой командой. Это, опять же, да, общение с разными людьми, и, конечно же, это личностный рост. То есть вы сами начинаете меняться, и вы поймете, насколько вы стали другим человеком, нежели что вы пришли, да, и каким вы сейчас стали. Ну, не знаю, я ощущаю это на себе, потому что много было разных тараканов раньше в голове. Насчет себя сейчас я совершенно другая, я могу об этом спокойно сказать. Потому что начинаешь читать, начинаешь видеть, что действительно есть другой мир, есть другие возможности, и понимаешь, что действительно я тоже этого хочу, я тоже этого могу добиться. И, конечно же, да, вынесла тут еще что, самостоятельный отдых с семьей на море. Мы были в прошлом году, а в этом году мы недавно с мужем вернулись с Египта, фотография не поместила. Но, опять же, хочу сказать о том, что если я была бы работником, работала бы, да, на наемной работе, я бы, ну, наверное, не смогла бы так сорваться, да, вот как мы недавно вернулись. Муж сказал, едем, я говорю, всегда готов, да, и поэтому классно, да, на работе пришлось бы отпрашиваться, писать бы, как, за свой счет, потеряла бы в деньгах. А тут мы были на море, я также, мы приехали, я получила свои денежки от компании Reflame. Я думаю, что это классно, да, иметь такие возможности, потому что можно работать с любого уголка земного шара, лишь бы был интернет, и с чего работать, да, с телефона или с планшета. И три правила для достижения цели в нашем проекте. То есть вам нужно просто поменять магазин. Обычно, просто, легко и просто, тем более у нас такой большой ассортимент. Есть продукции здорового питания, да, wellness. Что нужно делать? Это обучаться и приглашать в бизнес. Обучаться тоже сейчас говорила, да, как посредством вебинаров, посредством каких-то планерок в чате, посредством литературы, которую вам предлагает ваш спонсор. И, конечно же, нужно приглашать. Без приглашения в наш бизнес, да, никакого движения вперед не будет. То есть нужно рекрутировать. Как рекрутировать, так же вас обучают ваши спонсоры, ваши лидеры. Страшно в этом ничего нет. Будут и отказы, будут и согласия, будут первые такие классные ключевые партнеры, с которыми вы дальше будете расти. Поэтому всего лишь выполняя три правила, вы достигнете той цели, которую вы поставили, придя в наш проект. И у меня последний слайдик, да, дабы вас долго не задерживать. Это я мотивирующая, да, мечты не работают, пока не работаешь ты. То есть пока вы сами не возьметесь за себя, так сказать, да, пока вы сами не приложите усилия для того, что нужно здесь работать, потому что это ваш бизнес, он такой же, как и обычный бизнес, да, обычная какая-то работа. Если вы не будете прикладывать каких-то усилий, то и мечты ваши не станут работать, да, потому что не будет стресс для их достижения. Поэтому спасибо, что были сегодня вечером со мной эти минуты, да. Всем желаю успешной работы, успешно стартовать, если есть здесь новички. Поэтому еще раз прислушивайтесь к твоим спонсорам, прислушивайтесь к тому, что они вам рекомендуют, потому что каждый из нас заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали. На этом у меня все. Спасибо за обратную связь. И всем удачи, всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok